Всем привет! Меня зовут Саша, и у нас тут новая рубрика на канале. Мы говорим о музыке 21 века. В телеграм-канале я спрашивала, хотели бы вы послушать что-нибудь интересное. Ну и многие согласились. Перед тем, как мы начнём вообще говорить об артистах 21 века, нужно обсудить очень важный момент, о котором очень мало людей говорят. Но на самом деле это огромная-огромная проблема. В чём заключается кризис вообще музыки 21 века? Есть две на то причины. Во-первых, из-за того, что технологии пошли вперёд, и музыка стала писаться уже компьютером, а не артистами и музыкантами, В музыке просто начала пропадать какая-то определённая душа. То есть, когда гитаристы записывали мелодии, барабанщики и так далее, и так далее, они туда вкладывали какую-то свою собственную личную эмоцию. Когда это делает компьютер, у него нет никакой эмоции. То есть, это может быть суперкрасивая, невероятная мелодия, намного интереснее даже, чем какая-нибудь гитарная, какое-то гитарное соло. Но всё равно компьютер, он не может передать какого-то личного характера, и из-за этого просто смысл какой-то определённой песни, он пропадает. То есть, сама по себе музыка, она может быть скомпонована, она может быть прекрасно спета, и там прекрасная мелодия, но таких же эмоций человек никогда не почувствует. Это первая причина вообще проблемы, собственно. И вторая проблема заключается в том, что, к сожалению, сами того не ведая, все невероятные артисты 20 века сделали всё. То есть, вот они придумали всё, что только можно, начиная с Элвиса Пресли, заканчивая какими-то тупаком и джей-зи, которые ввели рэп, и просто уже больше придумать нечего. То есть, там ещё в начале 21 века вот как раз-таки появилась электронная музыка, артисты начали записывать свои песни через компьютер, то есть, всю мелодию писать, ну вот, как я говорила, вышла на компьютере. И это тоже поначалу как-то всё было интересно, всем это очень нравилось, а потом всё закончилось, потому что прекрасно наши артисты 20 века всё уже придумали, какие-то нововведения уже были тоже вставлены. И в итоге сейчас что осталось? Остались референсы. То есть, многие артисты 21 века, они в основном пытаются переделать то, что уже есть. У большинства из них получается это очень плохо, то есть, они либо не понимают саму суть того, что писалось. В основном все, вот, кстати, поп-артисты, они берут, как я поняла, за референсы Майкла Джексона, но у Майкла Джексона была своя собственная идея, свой собственный стиль, и когда люди берут стиль Майкла Джексона и начинают его переделывать под себя, получается, ну, прошу прощения, какое-то говно просто. У кого-то это получается, и в принципе вот о таких героях мы и будем говорить. И то же самое, кстати, с рэпом. Все пытаются, в общем, взять там Джей Зи, Тупака, кого-нибудь еще, Фифти Сента, начинают читать рэп, как они, в итоге получается, сами понимаете, что. Вот. И просто для артистов 21 века остается очень мало каких-либо возможностей. Они вряд ли смогут придумать что-то новое, они не смогут быть новыми Элвисами Пресли. И вот надо, в принципе, смотреть на музыку 21 века с призмой того, что они просто стараются, они стараются сделать то, что будет звучать очень хорошо, из того, что уже есть. Я совершенно не обвиняю артистов 20 века в том, что зачем вы все придумали и не отдали ничему 21 веку, ну, а как они могли это понять? Я не думаю, что когда, не знаю, там, Фредди Меркьюри записывал свои легендарные песни с группой Queen, он задумался о том, а что будут писать артисты 21 века. Ну, как и все, в принципе, я думаю, что мало кто об этом задумывался, но вот, к сожалению, в этом и заключается кризис, в принципе, потому что нового уже ничего не придумать. И мы пытаемся делать то, что есть из того, что есть. Вот. Поэтому прошу какого-то понимания, потому что, к сожалению, конечно, мы не сможем говорить, что, например, группа, вот моя любимая The Neighborhood, будет очень хороша и так же прекрасна, как группа Битлз. Это невозможно. Понятное дело, что Битлз будут лучше. Вот. Но есть действительно хорошие экземпляры, хорошие артисты, которые действительно пытаются сделать что-то очень-очень стоящее. Но, к сожалению, о них знает только мое поколение, а поколение прошлое уже как-то так, относятся к этому всему сомнительно. И вот я постараюсь, может быть, поменять ваше мнение. В общем, сегодня мы будем говорить с вами об вот этом прекрасном молодом человеке. Зовут его Гарри Стайлз. Перед тем, как мы вообще начнем обсуждать его музыку, мы должны понять, кто это вообще такой. Сейчас, может быть, тут три разворота событий. Первый разворот. Зрители на канале задаются вопросом, это вообще кто? Второй разворот событий. Кто понял, на этом моменте выключают это видео. И третий разворот. Все безумно счастливы, что он здесь у нас появился. В общем, предыстория. Перед тем, как этот прекрасный мистер Гарри Стайлз стал невероятным сольным артистом, случилось вот что. Когда ему было лет 14-15, он пошел на очень всем известное в то время шоу. Назывался X-Factor. Это полная катастрофа. Вообще, мне кажется, все, кто идет на вот такие вот передачи серии «Голос X-Factor», они попадают в ужасные потом истории. В общем, пришел он, спел. А ему было тогда, ну, лет, по-моему, 15-16. Я точно не знаю, не следила тогда за ним. И что происходит? Происходит полный кошмар. Ему говорят, ну, слушай, поешь ты хорошо? Ты такой смазливенький мальчик. Мы тебя закидываем в бойс-бенд. И дальше случается просто ужас, на самом деле. Появляется искусственно сделанная группа, которая называлась на тот момент One Direction. Прошу прощения, это была группа для девочек пубертатного периода, там, с 12 по, ну, максимум, там, наверное, 20 лет. Это предел какой-то. Почему группа абсолютно искусственно сделанная? Потому что они сами вообще, просто это вот были такие же мальчики, которые пришли на X-Factor, хотели стать сольными артистами, а их всех запихнули вот в одну такую вот историю. Начали им писать, естественно, песни, очень смазливые, детские, вообще. Ну, они ничего, на самом деле, эти песни себя не представляли. Это просто вот это... I love you, you love me, we're together. Вот это вот такая вот история. Понятное дело, что оценивать в тот момент их какие-то вокальные данные было невозможно, потому что бедные мальчики стали заложниками огромной продюсерской истории. Они были безумно популярны. То есть это был такой огромный коммерческий проект, они собирали стадионы, собирали. То есть, наверное, многие звезды могли бы им просто позавидовать, потому что такой масштаб, который там происходил, это просто что-то с чем-то. Но была обратная сторона всей этой невероятной популярности, которая скинулась на них там в 15-16 лет. Мальчики очень страдали, потому что им не давали ничего делать, им просто вот давали готовые тексты и говорили, все, пойте вот это. Придумали им какие-то нелепейшие образы вот этих, знаете, вылизанных мальчиков типа Джастина Бибера. И вот, мальчики, давайте, пойте, развлекайтесь, удовлетворяйте девочек с пупертатным периодом. Ну, конечно же, это все очень плохо кончилось, потому что у каждого из них там начались огромные проблемы. И один там артист из этой великолепной пятерки, просто у него началась какая-то глубочайшая депрессия, он ушел. Ну и после этого они закончили свою карьеру. И я могу сказать, что это лучшее, что случилось, наверное, в их карьере. Это их распад, потому что что было бы с ними дальше, непонятно. Они бы так и не показали свои таланты, так же продолжали бы петь для маленьких девочек, как бы не развиваясь совершенно. В общем, что с ними стало? Большинство из них просто пропали. То есть они существуют, у них есть та же фан-база, которая и была. Ну, что-то они там даже выпускали какие-то песни, но они все, ну, на самом деле, такого же формата, как и вот тот бойс-бенд. И вот кто один из них, скажем так, выбрался. Это вот мистер Гарри Стайлз. Что с ним случилось? В общем, после того, как распалась эта невероятнейшая поп-группа, бойс-бенд, на какое-то время о нем все забыли. И он выпускает свой первый альбом, он называется Self-Titled, то есть Harry Styles 1. И когда это все услышали, все просто обалдели, у всех упала челюсть, потому что все привыкли видеть вот этого Гарри Стайлза в этом бойс-бенде, вылизанном, поющие песни I love you, you love me. И там происходят какие-то просто невероятные вещи, то есть там тебе и рок, и какие-то лирические баллады, ну, не вот эти баллады, вот I love you, а очень философские, очень тяжелые. И вот все на этом свете, вот все, скажем так, все самое хорошее он принес в этот альбом. К сожалению, у меня этого альбома нету на виниле, там довольно его пластинки очень дорогие все, и вот у меня есть только одна, о которой мы сегодня поговорим, но обязательно, когда она у меня появится, я запишу об этом ролик, и мы должны это обговорить, потому что этот его момент, когда он первый раз вообще стал сольным артистом, это что-то невероятное. Никто этого не понял, просто никто, и вообще тогда я, даже я, я никогда не слушала вот этот boys band One Direction, и когда моя подруга мне включает Гарри Стайлза, вот его первый альбом, я сидела, я не понимала, что происходит, то есть я слушаю точно не Гарри Стайлза. Вот, никто этого не понял, но всем понравилось. Проходит еще пару лет, и он понимает, что ага, значит, я стал делать свою музыку, моя музыка хорошая, но ее никто не понял. И тут, видимо, Гарри Стайлз, который много лет служил продюсерским менеджером, продюсером, продюсерским продюсером, прошу прощения, музыкальным продюсером, понял, как сделать так, чтобы его песни слушал весь мир. Он выпускает просто вот этот альбом. Он называется Fine Line, выпущен он в 2019 году, в конце 13 декабря, в мой день рождения, кстати, он был выпущен. Что он делает? Сначала был выпущен не просто вот весь альбом со всеми его песнями. Он выпускает сначала первую песню, которая идет третья в этом альбоме, она называется Adore You. Это очень попсовая песня, но при этом она прекрасно звучит. То есть надо все-таки понимать, что поп-музыка это не равно плохая музыка, есть очень хорошая поп-музыка. И вот Гарри Стеллз, когда поет поп-музыку, он поет хороший поп, который можно слушать, который даже нужно слушать, я даже так скажу. У Гарри Стеллз очень интересный тембр голоса, он поет довольно всегда низко, но вы знаете, есть такие артисты, очень много я таких слышала, которые просто не дожимают. Они поют там, они поднимают ноту наверх и ее не дотягивают. Просто ты хочешь, чтобы там был какой-то, грубо говоря, дроп, чтобы как бы все это красиво сложилось, они этого не делают. Вот Гарри Стеллз это делает, он прекрасно владеет своим голосом и понимает, где нужно поднять ноту, где нужно ее дотянуть, где ее нужно опустить. И когда это все звучит вместе, это звучит все просто потрясающе. Что забыла сказать, самое вообще главное, с чего вот мы начинали наш монолог о том, что у музыки 21 мега большой довольно-таки кризис, Гарри Стеллз совершенно не пользуется никаким компьютером для того, чтобы писать свою музыку. У него собрана своя группа людей, которые записывают ему музыку, то есть он сам играет также на гитаре, у него там гитаристы, барабанщики, там кто только можно вообще, то есть никакого взаимодействия с компьютером не существует у него. То есть это все то же самое, что в принципе мы и привыкли все всегда слушать. Что является как бы отдельным плюсом, потому что когда ты слушаешь его музыку, туда вложена какая-то история, туда вложена какая-то душа. И именно поэтому это очень притягивает и меня, и очень многих слушателей его музыки. В общем вот, выпускает он этот трек, Adore You, и всем он очень понравился, он даже мне понравился, потому что он очень красивый. Я не могу сказать, что это что-то, это шедевр, это что-то невероятное. Нет, это просто очень хорошая, качественно записанная поп-песня. Она очень красивая, я рекомендую ее послушать тем, кто любит поп-музыку, потому что, скорее всего, она вам просто очень понравится. Потом он выпускает еще один сингл, который называется Watermelon Sugar. Арбузный сахар. В общем, до сих пор никто не понял, о чем эта песня. Он, мне кажется, сделал просто гениальную вообще историю в этом плане. Он, в общем, очень любит писать какие-то лирические, философские тексты. Текста, тексты, неважно. И, в общем, он понимает, что если он сейчас запишет очередную такую очень томную и сложную балладу, никто ее не поймет. Поэтому он взял этот текст, а он такой, знаете, звучит как бы все хорошо. Watermelon Sugar. Как все поняли и как я поняла по переводу, этот трек очень такой, знаете, интимный. Я так его назову. Ну, я надеюсь, вы меня поняли, о чем я говорю. Он взял вот этот интимный текст, берет веселую, хорошую музыку. Но она очень веселая. Вы просто понимаете, она там... Warmelon Sugar. Hi. Warmelon Sugar. Hi. То есть мелодия тоже записана группой его личной. И в итоге вот это он все компонует вместе. Такой довольно сложный текст и веселую песенку. Музычку, точнее. И на итоге получается очередной хит. Хит такой, поп-поп-хит. Но он был даже лучше, чем вот этот Эдорью, в который все-таки были вложены всякие сложные там мотивы и так далее, и так далее. Warmelon Sugar, конечно, намного проще. Он... Это вот такой, знаете, чисто настоящий поп. И знаете, что происходит? Все окончательно в восторге. Все просто ждут этот альбом, как будто бы это, я не знаю, это второе пришествие, грубо говоря. В общем, вот. То есть все ждут этот альбом, как будто бы это действительно какое-то второе пришествие. И вот этот альбом выходит. И на итоге слушатель получает не вот эти все веселенькие поп-песенки, а получает он очень, на самом деле, тяжелую и очень интимную, я даже так назову, музыку. Потому что это очень философский альбом, в котором лирический герой проходит несколько стадий. От стадии полного отчаяния и разочарования в самом себе до момента, когда он понимает, что жизнь продолжается, и все хорошее, оно еще придет. Что все плохое закончится, и начнется все хорошее. И вот поэтому альбом так и называется, Fine Line, то есть хорошая линия. И как раз-таки эта песня и завершает альбом. Сейчас я проговорю, в принципе, про все песни. Альбом открывается с песней Golden. Она, так называемая, очень спокойная, при этом как раз-таки я вот люблю открывающиеся песни, потому что они всегда нас приветствуют. Они приветствуют слушателя и дают какой-то определенный мотив. Но песня очень обманчивая, потому что она тоже, она такая довольно веселая, она спокойная, она уже не совсем поп, она уже скорее альтернативная. И вроде как бы такая веселая мелодия. И потом нас встречает следующая песня. Вармелан Шуга, о которой я уже говорила, тоже такой супер веселый поп. Дальше у нас идет песня Adore You, о которой я уже тоже успела сказать. Тоже такая красивая поп-песня. И тут вот эта вся веселая поп-история заканчивается, потому что начинается песня под названием Lights Up. Она была выпущена тоже синглом, но здесь уже абсолютно другая история. Здесь Гарри Стайлс начинает петь о том, что он не понимает, кто он вообще. И песня, я не могу ее вообще присвоить какому-либо жанру. Это не поп, это не рок, это скорее какая-то такая очень сложная альтернативная музыка. У нее очень странный состав, странная композиция, я могу так сказать. В общем, я хочу, чтобы вы ее, например, послушали и написали вот свое мнение, потому что я ее скорее оцениваю как эксперимент. То есть мне кажется, что эксперимент очень удачный. Она вот идет такими тоже волнами интересными. И вот тут вот уже и начинается раскрываться настоящий Гарри Стайлс. Переворачиваем пластинку. И нас ждет песня Cherry. Это вот настоящая любовная баллада, я ее так назову. Она играется только на гитаре. Играет сам Гарри Стайлс. И она очень трогательная, я могу так сказать. Она очень трогательная и при этом очень тяжелая в какой-то степени. Песню Fallen идет следующая. Fallen, ну, я скорее скажу, что она тоже, конечно, немножечко есть, там, доля попсы у нее. Но это такая тоже лирическая, сложная. Она очень сложная по вокалу, я могу сказать. Но она очень красивая. Просто, в принципе, мы должны оценивать вообще музыку Гарри Стайлса как произведение искусства в плане того, как он поет. Потому что он, я могу так сказать, он действительно старается вложить в свою музыку красоту. А красоту очень мало кто вкладывает. И вот, когда вы послушаете песню Fallen, вы почувствуете весь трагизм, который переживает лирический герой. Это настоящий трагизм, это падение. И вот красоту, то, как он пытается свой трагизм передать в красоте. Она, это вот такое настоящее падение лирического героя. То есть, если у вас какая-то дикая депрессия, послушайте Fallen. Следующая песня, To be so lonely, называется. И здесь у нас идет какое-то пробуждение лирического героя. Он вроде просыпается от своего невероятного падения, от Fallen. И здесь вот уже начинаются какие-то невероятные референсы. Потому что тут у нас уже какой-то, даже немножечко, я прошу прощения, не побоюсь сказать, тут уже начинаются легкие Битлз. Вообще могу сказать, быстренько расскажу, что Гарри Стайлз за вообще референсы своего альбома брал, как я знаю, Rolling Stones. На что Мик Джаггер сказал, что Гарри Стайлз, а ну-ка иди отсюда, что ты мне дорогу переходишь. Но при этом и не сказал, что этот альбом очень плохой. Он просто немножко ошалел от услышанного. Взял он также за референс. Вот тут вот вы сейчас поймете, о чем я говорю. Он взял еще Дэвида Боуэй, не поверите. Вообще Гарри Стайлз очень любит одеваться, как Дэвид Боуэй. Вот если вы посмотрите его концертные наступления, там просто Дэвид Боуэй стоящий. И не поверите, Битлз он тоже взял за референс. Вот как раз таки песня To Be So Lonely, она вот немножечко напоминает мне группу Битлз. Поэтому рекомендую ее послушать. Следующая песня, это песня Ши называется. Вот это уже чистый рок, ребята. Это начался такой... Я не знаю, как сейчас оценят мое высказывание. Это спокойный рок. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть там нет какого-то разрывного вот этого... Такого нет. Это есть в первом альбоме Гарри Стайлз, о котором мы с вами попозже поговорим. Это спокойный рок. Я люблю так оценивать музыку, что дерзкий, страстный или спокойный, но очень-очень такой, знаете, нарастающий. Вот Ши, это как раз таки вот и об этом. Переворачиваем снова пластинку. У нас их, если что, две в этом альбоме. Песня называется Sunflower. Сложная. Могу сказать, что очень сложная композиция. Здесь вот уже вся вот эта поп-история, она уходит. Здесь начинается исключительно альтернативная музыка. Вот как только мы переворачиваем первую пластинку, мы забываем о том, что это поп-музыка. На пластинке С мы уже окончательно об этом забыли. Мы уже не вспоминаем вот эти всякие Watermelon Sugar'ы, вот эти там ваши Ador'ю. Здесь уже начинается серьезная музыка. И вот Sunflower как раз таки относится к той самой серьезной музыке. При этом это все подается на очень высоком позитиве. Хотя то же самое песня-то на самом деле совершенно не позитивная. Вот знаете, если вот мы так вот вспомним такие же истории, вот такая вот была история у Дэвида Боуэя. Может быть, когда вы слушали песню Teenage Wildlife, вам казалось, что мотив сам по себе не такой трагичный. А вот послушайте текст Teenage Wildlife, и вы все поймете. Здесь то же самое. Вроде бы мелодия не такая уж и грустная, но при этом тексты так себе на самом деле. Там довольно много трагизма в этой песне. Canyon Moon. Ну, ребята, добро пожаловать в Техас, могу вам сказать. Здесь происходят уже вообще какие-то... Тут Гарри Сталс пошел еще дальше. Ему мало, ему мало уже всякого того, что он уже тут набрал. Он берет, начинает вообще какой-то каунтри сюда припихивать. Когда я это первый раз услышала, я вообще не поняла, что происходит. А потом мне показалось, что это очень интересный ход. Совмещать в своей музыке несколько стилей. Почему нужно записывать альбом только в поп? Почему нужно записывать только рок? Почему вот только альтернативу? Почему не объединить это все вместе, чтобы песни были разные? И вот как раз-таки Canyon Moon, это скорее такое легкое каунтри с альтернативой. Мне кажется, это очень здорово, потому что таких песен мало. Особенно в 21 веке, к сожалению. Treat people with kindness. Ребята, ну, когда у меня папа слушал этот альбом, я его заставила послушать. И мой папа сказал, что это очень хороший альбом. Он мне сказал, что это вообще Beatles. Что он слышит группу Beatles. Я не знаю, услышала ли я здесь группу Beatles. Послушайте. Ну, она очень тоже, она тоже очень позитивная. Это песня о добре. Это песня, которая призывает людей к тому, что мы должны друг друга уважать. Песня с прекрасным смыслом и с прекрасным, в принципе, мотивом. Папа услышал здесь группу Beatles. Что услышите вы? Напишите. Ребята, мы подходим вообще к финалу всей этой эпопеи. Песня Fine Line, которая долго очень идет. Это не отнести ни к какому вообще жанру. Это баллада. Это баллада о том, что жизнь тяжелая, но мы все преодолеем. Это не относится ни к какому вообще жанру. Поэтому, и это моя вообще одна из самых любимых песен за все вообще жизнь. Сколько я слушала, я ничего подобного никогда не слышала. Если вы что-то подобное слышали, пожалуйста, напишите. Я обязательно послушаю. Но вот я вам рекомендую послушать именно песню Fine Line. Она очень спокойная. Она очень долго просто... Это просто мелодия, которая играется только на гитаре. А в конце вас ждет просто оркестр. Настоящий оркестр хорошей музыки. И очень... Даже так скажу, музыка, которая дает надежду на то, что все будет хорошо. И как это, на самом деле, актуально в наше время. Поэтому вот такой вот Гарри Стайлз. Очень необычный, очень экстравагантный. Многие его до сих пор не понимают, на самом деле. Но я его очень люблю. Я его люблю за то, что он старается делать не просто музыку, которую... Ну, вот музыка. А он пытается... Он экспериментирует. Может быть, не все у него, конечно, еще получается. Потому что он довольно молодой. У него вот пару месяцев назад вышел третий альбом. К сожалению, пока его нету в России. Но как только завезут, обязательно куплю. Но я считаю, что вот это... Это настоящий эксперимент, который действительно заслуживает внимания. Если вам не понравится, ну... Что сказать? Я пыталась. А если понравится, то добро пожаловать. Артист потрясающий. Поэтому, если вам будет интересно, мы обязательно о нем еще поговорим. Ну, а пока я не пойду пить. Я пойду спать. Всем пока.